Эта планета выглядит безжизненной, кирпично-красной и очень сухой, как пустыня. Но только до тех пор, пока вы не достигнете одного из полюсов Марса. Именно там вы наткнетесь на кажущуюся бесконечной ледяную шапку. Так что если вы представляли Красную планету как чрезвычайно сухое место, возможно, вам придется изменить свое мнение. Ученые считают, что в прошлом на Марсе могло быть много воды. Почему они так думают? Они обнаружили на его поверхности множество древних речных долин и озерных русел. Кроме того, на Марсе есть минералы и горные породы, которые могли образоваться только в жидкой воде. Возможно, 3,5 миллиарда лет назад Марс даже пережил ужасные наводнения. В наши дни на Красной планете все еще есть немного воды. Правда, атмосфера Марса слишком разрежена, чтобы на его поверхности вода оставалась в жидком виде. Но под поверхностью – это совсем другое дело. Воду под поверхностью планеты можно найти в ее полярных областях. Единственное место, где эта вода видна – северная полярная ледяная шапка. Еще иногда соленая вода стекает по стенам кратеров и склонам холмов. Также вода в ничтожных количествах содержится в атмосфере планеты, но только в виде пара. В любом случае, теперь, когда мы точно знаем, что на Марсе есть жидкая вода, можем ли мы использовать ее во время полета человека на Красную планету? Тогда космическому кораблю, летящему с Земли, не пришлось бы брать на борт воду. Это сделало бы его груз намного легче, что снизило бы стоимость миссии. Космический корабль должен будет взять достаточно воды, чтобы добраться до Красной планеты, а также оборудование для фильтрации марсианской воды, чтобы сделать ее пригодной для питья. Но не все так радужно. Главная проблема заключается в том, что вода, найденная на Марсе, соленая. Возможно, настолько же, что и океаны на нашей планете. Но эти соли не похожи на ту, что можно найти на Земле. Кроме того, они токсичны для человеческого организма. На нашей планете эти соли образуются как побочный продукт ракетного топлива, а также в дорожных факелах и фейерверках. Естественно, они встречаются только в очень сухих районах. Если нет определенных бактерий, которые могли бы их расщепить, эти вещества накапливаются год за годом, и их концентрация в воде постоянно растет. Впрочем, теоретически можно очистить даже такую воду. Процесс фильтрации мог бы помочь астронавтам избавиться от 90% вредных веществ. Затем они могли бы использовать ультрафиолетовую установку для дезинфекции. Это также помогло бы избавиться от вредных микробов, если они есть. Этот этап не только защитит астронавтов, но и предотвратит появление на Земле любых микробов с Марса. Другими словами, у будущих путешественников на Марс не должно быть слишком много проблем с питьевой водой. Но только если они возьмут с собой правильное очистительное оборудование, способное справиться с водой любого качества. Оказаться без воды посреди пустыни – плохая перспектива, особенно если речь про другую планету. Теперь у меня возник следующий вопрос. Если на Марсе есть вода, может быть, в нашей Солнечной системе есть и другие миры, где мы можем найти воду? Конечно! Давайте посетим некоторые из них. Начнем с Европы, одного из крупнейших спутников Юпитера. Астрономы считают Европу одним из самых перспективных мест в Солнечной системе для поиска новых форм жизни. А все потому, что на ней есть огромный океан соленой воды глубиной от 64 до 160 километров. Да, он скрыт под слоем льда толщиной от 16 до 32 километров. Но потенциально пригоден для жизни. Астрономы утверждают, что шлейфы воды вырываются из трещин в ледяном панцире и выбрасывают содержимое лунного океана в космос. Также есть свидетельство того, что в океане может быть теплая вода, подогреваемая спутником изнутри. Это значит, что на Европе может существовать сложная жизнь. Что ж, думаю, мы узнаем об этом в 2030 году, когда аппарат НАСА Европа Клипер достигнет спутника и проведет собственное исследование. А мы переходим к Энцеладу, спутнику Сатурна. Об этом крошечном мире люди знают с 1789 года. Диаметр спутника составляет всего 500 километров. Но, несмотря на небольшие размеры, это одно из самых интригующих мест в нашей Солнечной системе. Потому что на нем, скорее всего, тоже есть теплый и соленый жидкий океан. Извержение воды происходит на Энцеладе довольно регулярно. Каждый час спутник выбрасывает из своих ледяных гейзеров более тысячи тонн воды, смешанной с органическими молекулами, солью и другими веществами. Астрономы считают, что океан может быть теплым благодаря приливным воздействиям Сатурна. Они вызывают гидротермальную активность, нагревая океаны. В Солнечной системе также есть места, на поверхности которых может быть вода, но ее наличие пока не подтверждено. Например, Ганимед, еще один спутник Юпитера, самый большой в Солнечной системе. Он даже больше Меркурия. Астрономы давно предполагают, что под ледяной коркой, толщиной 160 километров покрывающий спутник, есть океан. Обнаруженная в 2015 году активность сияния на Ганимеде также позволяет предположить, что океан может быть теплым и соленым. В отличие от Европы, активность ледяных гейзеров на Ганимеде пока не зафиксирована. Причиной может быть гораздо большее расстояние между Юпитером и Ганимедом, чем между газовым гигантом и Европой. Также существуют миры, где, похоже, есть вода, но мы не знаем, в какой степени она жидкая. Одним из таких мест является Калисто, еще один спутник Юпитера. Он находится довольно далеко от своей родительской планеты и не получает столько же излучения, сколько другие спутники. Кроме того, у него есть магнитное поле, что определенно добавляет ему защиты. Астрономы утверждают, что в этом далеком мире есть вода, но отсутствие там геологической активности означает, что на спутнике не может быть океана без какого-то космического антифриза. Другими словами, вода на спутнике Юпитера может быть большой глыбы льда. Теперь давайте посетим еще один космический объект, но на этот раз это не спутник, а карликовую планету. Это Церера. Хотя люди знают о ней с 1801 года, маленький размер затруднял ее изучение. До недавнего времени считалось, что Церера – каменистый мир. Но после того, как в 2015 году космический аппарат Даун изучил карликовую планету, появилась новая теория. Церера может быть не столько каменистым шаром, сколько водной планетой, покрытой ледяной мантией, скрывающей океан. Если это правда, Церера может стать ближайшим к Земле миром с океаном. Титан – самый большой спутник Сатурна с одним из самых богатых запасов жидкости в Солнечной системе. Его поверхность представляет собой суспензию водяного льда и льда, состоящего из множества различных соединений, например, углеводородов. На спутнике также есть густые облака, которые регулярно прорываются дождем. Если бы вы посетили это место, то увидели бы реки, озера и океан, состоящие из метана и этана, скрывающиеся под ледяной коркой. Теперь поговорим о бедном Плутоне, который уже несколько раз менял свой статус. Когда в 2015 году аппарат НАСА «Новые горизонты» пролетал мимо карликовой планеты, он обнаружил намек на нечто совершенно неожиданное – океан. Плутон – это ледяной мир. Но есть и две вещи, которые заставляют ученых думать, что на Плутоне когда-то мог быть океан. Во-первых, теория о том, что Плутон и его пять спутников могли образоваться из одних и тех же материалов после мощного столкновения. А во-вторых, приливные силы между Плутоном и его крупнейшим спутником – Хароном. Все это оставляет возможность того, что океан все еще существует. Нам просто нужно больше времени, чтобы изучить карликовую планету. Продолжение следует... Продолжение следует...